Здравствуйте. Да-да, опять памятники революционерам 1905 года, и это Улбрака. Но в нее сегодня заезжать не буду, а поеду я через этот лес. Заезжаем в лес. Гул дороги, шум моторов остается позади. Начинает быть вокруг приятный, тихий воздух, и шумы города остались там, там, там. Ну, не совсем далеко, в принципе, что здесь, да, города, это еще черта. Тишина, красота, лес. Единственное, что сейчас у нас засуха, такие кратковременные дожди идут, и дорожка, конечно, вот видите, она, что я думал, будет песок. Наверное, колеса будет проваливаться, может, часть пути, а может быть и нет. Ну, ладно, к сути, куда я еду? Помните, я гулял по императорским прудам, это вот они, как вот я лес проеду где-то вот там, это озеро Югла там будет меня ждать впереди. Еду я в поселок Брекши, и там располагалась бумажная фабрика Югла. Ну, точнее, она и сейчас располагается, только не на всей территории. Ну, если я где-то не забуксую, и это видео выйдет, то, значит, я доеду. Поехали. Дорога чередуется, где-то трамбованный песочек, где-то, где-то вот типа так, а где-то совсем рыхло. Уже не первый молодой дуб мне встречается на дороге. Это, если был бы у меня пустой рюкзак, я бы себе набрал веточек, веник бы сделал, в баньку потом уже осенью-зимой походить, попариться. Но я взял с собой постелку и одеяло, то есть полотенце, одеяло, говорю, в надежде еще и искупаться. На улице очень тепло, даже жарко, плюс 27, короче, даже 30 градусов. И я после работы хочу вот такой марафончик сделать и через поселок проехать, плюс на пляж заехать, окунуться. Так, перекресток, туда или туда? Свернул я все-таки налево, там уже не загораем поселок, тут, ну, не совсем долго ехать, на самом деле. Я думаю, будет здесь название поселка и по всем, ну, как мне казалось, границам, это же Ропожский край, даже вот если до Дрейли, где Икея стоит, это все-таки относится к Ропожи, а тут как-то граница, видимо, криво проходит. Смотрите, я заезжаю в Ригу. Какие-то дома в хорошее состояние. Этому дому не повезло, он сгорел, кровля вся обрушилась. Первое, что меня интересует, это, конечно же, усадьба Брекша. И кто-то мне писал в комментариях, где-то я читал это тоже, что это раньше была школа. Судя по всему, за этим забором она и находится. Вот среди кронов деревьев она виднеется. Насколько я смогу в состоянии до нее добраться. Сейчас объеду. Дырка-то где-то должна быть. Я вижу, что все очень в плохом состоянии. Так, тут они как приватная территория. Люди мне заходить, на велосипедах не заезжать. Вон там виднеется. Хотя там первый этаж весь забит, даже заварен железными щитами. Ну ладно, раз здесь все так приватно. Ну пробуем с другой стороны. Так приватно, даже огородик себе здесь сделали. Такое ощущение, что это на территории усадьбы огородик находится. С другой стороны по дороге мы упираемся в такой красивый дом, который стоит на берегу реки. С той стороны ездил, там даже лодки, спуск для лодок есть. И я на главной аллее. Здесь асфальт запорошенный листой. Ох, там все горело. Кровля вся, 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 вся. Сейчас ближе подойду, может видно будет за деревьев. Утратили мы это здание, эту усадьбу. Если кто ее устанавливает, будет, ну не знаю. Уж не знаю, есть ли шанс. Так, какой адрес был? Номер 200. Улица затерта. Ну так понимаю, это уже пристройка школы к этой усадьбе. Классы? Кто учился, расскажите. Скорее всего, да. Как аккуратно кто-то что-то вырезал. Да, класс, коридор. Здесь относительно старом советском здании безопасно пройтись в плане того, что тебе на голову ничего не упадет. Туда уже заходить я не буду. Там видно, что может посыпаться кровля. И она сыпется. Типичная заброшка. С прекрасным видом. Вот там как раз пруды и должны быть. Вернее, они и есть. И, судя по всему, где-то здесь через эти каналы был мост. А я буду направляться туда. Дальше. На бумажную фабрику Югла. Вообще, если посмотреть, я так объезжал сейчас по периметру забора. У них очень большая территория. Здесь, когда действовала школа, может быть, располагался какой-то стадион, площадка. Делитесь, кто учился в этой школе. Потому что, ну, не могло так быть все, чтобы, как сейчас, заросло. Что-то же было на этой территории. Да сейчас никакой таблички нету, что продают. По-моему, это относится к муниципалитету. И, и, и. В общем, вот так, как есть. Пока ничего не происходит. Так, данный дом построен в 1973 году. А там виднеется аналогичный. Он уже построен в 1980 году. Смею предположить, для работников бумажной фабрики. То есть была тенденция к расширению. Заедем в этот микрорайон. Тут, как везде, извечная парковка. Проблема с парковкой. Нет места просто для транспорта. Зато я смотрю, активно играют в футбол. Спортивные ребята живут. На фасадах что-то такое подобное изобразить. Здесь две руки держат дерево. Ну, здесь много домыслов. Может быть, и берегите природу, берегите деревья, экологию. Например, бумажная фабрика целлюлоза. Она очень много всего плохого выкидывала в озеро Югла. Так же, как и в Слоке. Бумажная фабрика тоже. Ее там закрыли, снесли с лица земли. Здесь еще здания остались производственные. А в Слоке все, там сравняли. Только трубы остались. Ну, я смотрю, тут и не отстает частный корпус. Около берега хорошо построить домик себе. Вот уже виднеется озеро Югла. Здесь раньше кто-то начинал, но не закончил. Может быть, не было разрешения. А сейчас прямо такой маленький микрорайон частных домиков растет. Это где вот интенсивное движение автомобилей. Я все думал, какая это улица, так это бикерник улицу. Какая она, оказывается, протяженная. Аж до самого Мэш Сэмсуя она идет. И за него даже. А по этой улице, не разглядеть на нее название, на фасаде этих домов как-то затерто там. Мы как раз подъезжаем к проходной бумажной фабрике. Как эволюционировало, да, смотрите. Вот это для работников строилось жилье. Такие двухэтажные дома, наверное, 30-х годов. И как дальше там советская постройка 80-х, 73-х разрастался, поселок. Тут еще у нас что-то Ригас Силтус перерабатывает тепловую энергию. Ну и заезжаем. Там и будет нынешняя переработка макулатуры. Здесь я прямо вижу какой-то автосервис. Слева знаю в цехах металл. Металлообработкой идет занимаются. Корпуса-то старенькие, старенькие. Вглядываю из фасада этих корпусов, может где-то будет выбита дата постройке. Заводские кварталы, улица. С этой улицы вроде она и на привязи собачка, но мы ее объедем. Не люблю, когда так лают громко. Собственно говоря, вот эта территория, вот эта все покрашенная свежая, да, такое, это и есть нынешняя фабрика. Или еще в этом корпусе, может быть что-то я вижу, там какая-то бумага, как типография сделана. Ну ладно, на территории есть дорога, она меня куда вывезет. Большой пустырь, какой-то он скопан-перекопан. Пух, ну не знаю, здесь еще такие старые лампы, освещение. Я почему всматриваюсь сюда, вот в эти пустыри, в эти бугорки, в фундаменты ищу. Как-то мне кажется, что для такого большого производства очень мало зданий. Либо их снесли, либо, ну как-то вот хочу понять, фундаменты здесь были какие-то. Асфальт, мачты, заборы, здесь что-то виднеется наподобие фундаментов. Наверняка что-то было бы. Так сказать, открывать для себя природу вокруг производства бывшего. Так, главное не провалиться. Опа! Так, что нас здесь встречает? Пост охраны, нет? Никого нет. Любопытно, куда завезет меня эта дорога. На больших этих просторах. Что, если я доеду до конца? Там будет река Югла. Ничего бы нет, раз я уже здесь. И сейчас дорога здесь позволяет проехать. Посмотреть, если когда дожди как-то сбывают здесь на транспорте. А болото прямо выгрязнешь. Сейчас нормально едется. Тем более чуть-чуть за эти деревья уже. Чувствую запах реки, запах воды и комаров стало больше, мошкары. Но подхода нет. Хотел по территории фабрики, да, погулять, посмотреть, а вышел вообще в поля. Хотя тут, по-моему, какой-то закрытый поселок сейчас будет. Вот виднеется опять мощь этих фонарей, столбы. И когда-то я пытался в него заехать еще даже на автомобиле. Там стоит большой шлагбаум, туда попасть нельзя. А с этой стороны, смотрите, можно. А река Югла. Есть подход. Или нет? Хорошего нет. Даже если рыбку половить, ну вообще без вариантов здесь. Ай, совсем плохо. Там какое-то болото начинается. Не, друзья, еду я обратно искать городской пляж. Не городской, вернее, а пляж поселка. Не здесь же, извините, в этом говне плавать. А то замучаешься все-таки. У меня не утренняя прогулка, а вечерняя. А завтра еще рабочий день. Тоже не нагуляешься. Хоть сейчас и короткие ночи. Можно хоть всю ночь гулять светло. Но спать тоже надо. А если я поеду через этот поселок по асфальту? А насколько он закрыт и не стоит ли там охрана? Просто проверю. С этой стороны никаких знаков нету. Там, когда я заезжал, тоже никого не было, никакой охраны. Знаков тоже нет. Так что я ничего не нарушаю совершенно. А то по асфальтику обратно вернусь в поселок. Ну почти. Там немножко по дороге, по трассе нам будет проехать. Ну если даже меня развернут, ну развернут и развернут. Поеду обратно по грунтовке. Скоро здесь будет жизнь. Сколько щитков стоит под каждый дом. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Например, с дикой Кругами Значит там где-то это и должно быть. Никогда бы не подумал, что надо через фабрику напляшить. но от этого даже интереснее становится это постройка 1973 года наверно единственная территория здания где выбита какая-то дата и насколько можно назвать это все пляжем ну условно я думаю здесь песочек будет хочу ли я здесь купаться вопрос кучу здесь какая-то техника заезжала прямо с озера все для этого сделано плиты бетонная пристань если с этого краешка присмотреться на здесь тоже без вариантов не зайдешь здесь так активно купаются мужчина рыбу ловит я совершенно другой имел представление об этом пляже мы гуляли прошлый раз там я заезжал на такой дикий пляж с раздевалками разбитым там на том берегу все лучше более оформленные несмотря на заброшку даже раздевалки старые из которых вы по идее все нужно переодеться не закрыты деревяшками который прикроет вас от людей здесь поселке нету пляжа и красного берега всегда смотрел сюда до оказалось лишь какая-то пристань что с ней можно прыгать здесь такой захват оказался камни бетонные плиты не желание искупаться меня переборол и я решил зайти следить лицах и это можно подскользнуться на довольно скользкая здесь песочек но сейчас какая-то такая под ногами ой муть неприятно как болотистая такая ноги проваливаются близко к этим подошел к мышам чуть-чуть посередине взять она посередине ну песочек но с камешками это на мутная вода но на озерах она везде так это же не карьеры не море ой зато теплая очень тепло и это нравится это мне нравится после такого пути когда на улице жарко очень душно опуститься воду просто прекрасно ну как вы видели конечно пляжем это место не назвать хотя на картах он именно так и называется пляж это больше место для спуска лодок или какой-то такой большой водной техники можно заехать я еще проеду здесь может 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 еще есть места где если насквозь конечно проеду может еще есть места где можно искупаться выхода сейчас каждый тупик заканчивается какой-нибудь дыркой в заборе вот одна из них и здесь пролезу вроде пролезу встречается такой но это наверное сход заход для лоды больше не здесь совсем мелко я думаю что и пляжа больше не будет видите все заросло кувшинками и звуки жабы и лягушки и дети впереди меня идут раз они они купались тоже значит 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 больше здесь купальных мест нету раз они ходят сюда купаться всего на картах все-таки написано променад и потом пляж бумажки называется но в итоге ну променад он конечно есть если это можно назвать променадом это просто дорога в частном секторе она не идет вдоль озера да и пляжем то что я видел не назвать похоже что был клуб или магазин или баня по всем ощущениям возможно здесь еще где-то и военные детали в этих лесах воинской части случайно не было интересно серийный до дом но все равно он с какой-то своей изюминкой особенности видео этих балконов они из кирпича и плюс наверху видите такой как это треугольничек такой сделан элементы декора в простом панельном доме это вот этот декор стал сыпаться так у них еще и свой кооператив гаражный такой маленький поселок такой большой гаражный кооператив ценила фабрика своих рабочих а козырьки то какие тоже из кирпича из красного возвращаюсь я свой лес откуда я начал свое путешествие ну да и конечно тротуара здесь не хватает вдоль дороги его вот где-то он есть где-то он уходит уже под землю вовсе нету просто тропинка даже к автобусной остановки да он вроде и был наверное просто его разобрали или он сам развалился а теперь выезжаем поеду я обратно по лесу так как как вы сами видели вдоль дороги за всех невозможно очень интенсивное движение здравствуй собака проходи мимо я тебя не трогал ты меня не трогай хороший хороший пес так в целом знаете микрорайон не понравился тихий спокойно конечно не хватает этого моста который как говорили был когда то что перейти на тот берег где хороший обустроенный пляж я так подозреваю он специально для этого микрорайона строился этот пляж так как там больше но есть там дальше частный сектор но ближе всего конечно было жителям этого микрорайона бумажной фабрики заходить подходить купаться гулять рассказывайте кто жил кто знает как это было мои догадки верны или нет если он также понравилось как и мне поставьте лайк не забывайте а если вы в первый раз на этом канале но оставайтесь будем гулять вместе я буду только рад если вы останетесь в компании со мной всем пока пока до новых встреч и новых приключений прогулок